МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо ли открывать эту информацию для населения? Все очень, во-первых, спорно, а во-вторых, ответственно, но ответственно потому, что неправильное решение этого вопроса может привести к колоссальным экологическим, психологическим и планетарным катастрофам. КОНЕЦ Россия находится на стадии, если хотите, нового уровня просвещения. И этот уровень просвещения смыкает нас с космосом и ставит перед нами вопрос, так, как ставил Вернадский, Циолковский, что мы на Земле единственное живое вещество или космос живой. И эта жизнь, космос, она далеко не ограничивается теми белковыми образованиями планеты и нами, людьми, что разум может проявляться в других пространствах и времени, в других категориях и масштабах. Любой процесс, например, вода превращается в лёд. Этот процесс сопровождается поглощением энергии времени. И лёд как бы хранит эту энергию времени. Когда лёд начинает таять, то начинается обратный процесс выделения энергии времени. В живом организме происходит множество таких процессов. Вот если мы застаём систему, наш организм, на фазе выделения энергии времени и ставим на пути этого потока экран. Если в экранах достигается увеличение плотности энергии времени, то из этой точки открывается доступ в любую точку Вселенной. Козырев свой телескоп направлял не на свет звезды. Козырев рассчитывал, как астроном, как астрофизик, где должно быть тело звезды, тело звезды. И когда он направлял свой телескоп на тело звезды, то на резисторе он получал сигнал на этот эффект тела, значит, возникает вопрос. Если здесь известно время, что это требуется много миллионов лет, то этот сигнал прошёл сюда, и он здесь зарегистрирован, теперь уже мы скажем, объективно, ну, то есть вот прибором, он сделал вывод, что V скорость света не равна Константе Эйнштейна. 300 тысяч. Не равна. И он вынужден был сделать, что скорость света по существу, она бесконечно мгновенна. Дальше Козырев продолжает свои работы и показывает, что если он рассчитывает, где было тело, прежде, где тело будет потом, вот его движение, нацеливает телескоп сюда или сюда, и он на резисторе получает, где было тело, сигнал, где оно будет. Прошлое, настоящее и будущее вот связаны, понимаете, каким-то мгновением дления. Ведь наш интеллект, если у вас нет в интеллекте, в его мыслительных процессах прошлого, настоящего и будущего, ведь интеллекта нет. Нужно ли лететь в космос обязательно на механической ракете, или, может быть, и связываться сейчас, скажем, частотами, определенно, рентгеновскими полями и так далее, или можно туда уйти сознанием, интеллектом, который может улететь так же, как мы связываемся с Новосибирском и с Диксон. Мы изучаем человека, его интеллект, мы сидим в Новосибирске, и между Диксоном и Новосибирском мы в зеркалах козыря устанавливаем трансперсональную связь, интеллектуальную. Наш оператор передает инграмму, а оператор на Диксоне принимает эту инграмму. Мы получили феномены, когда оператор на Диксоне мог считывать образ за сутки. Мы даем задание в Новосибирске сегодня, и этот оператор не знает, никто не знает, какая карточка к нему придет в виде образа. А вчера на Диксоне оператор, сенсор сделал рисунок этого образа уже за сутки. Вот это загадочное явление. Мы не можем сказать, что оно расшифровано, оно положено на основу. Но вот когда эта передача с Диксоном шла, наблюдались и в атмосфере определенные световые феномены. Наблюдались. Что это такое? Мы не знаем. Если в космосе существует живое вещество, то для нас это объект или субъект? Если это живое разумное, или это живое со своим разумом, другим, это тоже субъект. Значит, как мне быть, когда я сам субъект, имея свое мнение, свои законы, положения, свои реальные отношения к пространству, попадаю в недра другого субъекта? Мне неизвестно. Как мне быть? И я сталкиваюсь с проблемой космической. Субъект пытается понять субъекта. Значит, может ли вообще субъект понять самого себя когда-нибудь? Субъект 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 субъект